Для меня это было на самом деле полной неожиданностью. Мне позвонили из школы и сказали, что есть такая возможность, что надо отосать свои данные, что может быть и поедешь на ледоколе. Куда я не расслышал, на самом деле думал, ну не знаю, может быть там просто заберусь на ледокол, может быть там от порта отойдем, немного поездим и вернемся. О том, что я поеду на Северный полюс, я не думал об этом вообще. И сейчас, когда я уже так немного свыкся с этой мыслью, все равно мне как-то немного не по себе, потому что все свои 17 лет жизни я об этом не думал, не мечтал, считал это чем-то невозможным, что, наверное, никогда в жизни я не отправлюсь туда и вообще не будет никакой возможности. Все думают, да, что на Северном полюсе сейчас очень холодно, но как мне написали в письме, там будет около нуля градусов. В принципе, для нас, для балаковцев это не очень сильная холода. Однако все равно надо купить какую-то теплую одежду для себя, а такие, насколько я понимаю, куртки и там теплую зимнюю обувь нам там выдадут. Ну вот, лично подробно для меня ничего не писали, я знаю то же самое, что и вы, что у нас будут какие-то мероприятия различные, что сами будут заниматься, что у нас не будет там ни одной свободной минуты, что мы постоянно будем заняты. Так как я участвовал в мероприятиях различной проводимой нашей атомной станции, то я уверен, что там все будет на высшем уровне и все будет очень интересно. Наверное, самое главное, это какие-то очень ценные и интересные знакомства, именно детей, то есть не всякие там знаменитости, у них я бы перенял какой-то опыт, то есть вот спросил бы что-то, как там, ну просто такие, можно даже житейские вопросы. И познакомился с различными ребятами с разных уголков России. Это же очень интересно, как там они живут, что они как там жизнь воспринимают и наподобие этого. Потому что Росатом собрал детей со всех уголков России. Все равно Россия, она большая, все живут по-разному и узнать, как все, что происходит там на всех уголках России, это очень интересно. Но как только мы приедем, нас соберут, наверное, я так думаю, и у нас будет небольшая экскурсия по Мурманску, уже вечером мы отправляемся и будем держать курс на Северный полюс. Там у нас будет высадка, мы снимем, насколько я понимаю, какой-то клип, там немного походим, у нас будет там, наверное, шашлык какой-то, самый северный, поделаем фотографии. Потом мы развернемся, выйдем на самую северную точку нашей планеты, именно на суше, земля Францева и Иосифа, там тоже немного погуляем, посмотрим и вернемся в Мурманск. У нас будет такое очень интересное путешествие. Нет, я не был на севере России, однако был мой брат, он мне рассказывал столько всего интересного, что наш север, он не настолько популярный, однако он очень красивый, очень самобытный. Русский север – это просто топ. Вообще, я постоянно, я, так как наша школа является подшефной организацией Балковской атомной электростанции, то я и мой класс постоянно участвуем во всех мероприятиях, то есть я уже так зарекомендовал себя, то есть с самого раннего возраста, все, что проводит Балковская АЭС, во всем этом я участвую и показываю довольно-таки неплохие результаты. Также я принимаю участие в различных предметных олимпиадах, доходил до регионального уровня, к сожалению, в Российский так и не попал. Разносторонний человек и люблю играть что где когда, то есть что где когда тоже. Мы, наша команда, четырехкратный чемпион города, во что где когда, я являюсь ее капитаном. Но огромное спасибо моим сокомандникам, вот именно в чем плюс что где когда, именно команда делает результат, и я благодарен им, потому что что где когда, я думаю, тоже неоценимый вклад внесло в мое путешествие. Огромным всем спасибо. Я планирую вести записки какие-нибудь, снимать не знаю, никогда не пробовал, все может быть, но писать обязательно о своих ощущениях, чтобы потом когда-то, может быть, лет через 10 почитать, посмотреть, вспомнить воспоминания, потому что я думаю, это будет незабываемое впечатление. Лично вернуться в Балаковое, работать на Балаковской АЭС я не планирую, а вот какую-нибудь должность в структуре Росатома, это было бы мне интересно, потому что атомная энергетика это довольно перспективная область и очень интересная, то есть она безгранична. Ну, мама, конечно, немного переживает, потому что северный полюс, лед, будем выходить на льдины, там, что со мной будет, ветер, мороз, там, медведь может меня съест. Папа только раз и особо не переживает за меня. А так, ну, все, честно, не поверили в это. Даже когда мне сказали, что я еду, все равно как-то осторожно к этому относились, потому что это выглядит как сказка. И до сих пор я сам не до конца в это поверил.